А теперь давайте перейдем ко второму показателю, потому что мы вот так будем идти, да, разбирать следующий показатель Михаила Задорнова и тот, кто подаст следующую дату, у него будет возможность этот показатель также просчитать. Да, Михаил? Давайте снова сориентируемся теперь мы по маршруту этой методики. Сейчас для Натальи мы рассмотрели показатель предназначения. Да, предназначение. Он был в этом нашем здании нашей жизни, да? Какой это был этаж? Да, предназначение – это у нас второй этаж нашего здания, а мы сейчас с вами откроем демонстрацию, да, вот демонстрацию. И посмотрим сейчас, это второй, я сейчас покажу в этой схеме, чтобы мы сориентировались. Итак, предназначение мы посчитали, и если брать нашу раскладочку по этажам, ну, скажем так, вот этот файл у нас с этажами, да, видите, предназначение – это второй этаж. Возьмем второй этаж, вот он, да, успех. Ну, что, раскрою еще секрет, матрицу личности можно анализировать с точки зрения позитивной реализации своей жизненной программы. И также ту же самую матрицу личности можно анализировать с точки зрения негативных каких-то аспектов жизни, потому что, видите, матрица личности может помогать нам достигать успеха, любви, достатка, да, на основе развития, который мы проходим. И также самая матрица личности, если мы ее реализуем в негативе, может награждать, смотрите, нас нищетой, врагами, болезнями и застоем, да. Ну, эту тему мы в конце с вами немножечко посмотрим, да, потому что вначале нам нужно понять, как же нам выйти из вот этих состояний, застоя, болезней, врагов, нищеты и реализовать позитивный аспект этой матрицы. Мы сейчас разбирали предназначение, это второй этаж нашего здания жизни, третий этаж это отношения с семьей, четвертый этаж это бизнес-работа, а фундамент это воспитание. Но я специально начал с анализа предназначения, потому что для того, чтобы, когда мы пройдем с вами по вот этим трем важным показателям, которые всех интересуют, все хотят быть успешными, все хотят иметь любовь в своей жизни, все хотят жить в достатке, И теперь нужно понять, что для того, чтобы это иметь, нужно укреплять фундамент. А фундамент это наше собственное развитие, которое проистекает из нашего воспитания. Поэтому сейчас мы с вами проанализировали второй этаж нашего здания, нашей матрицы, нашего здания жизни или второй показатель матрицы личности. И какой будем смотреться сейчас? Сейчас будем следующий. Отношения с семьей, потому что всех нас интересует, а как же нам иметь в своей жизни любовь, как нам не только быть успешными, а вот получать в отношениях, в особенности в семье, любовь. Ильи, который также смотрит нашу трансляцию и оставил дату. Мы после того, как разберем этот показатель в матрице Михаила Николаевича Задорнова и посчитаем для Ильи этот показатель. Да, да, мы рассчитаем показатель отношений семьи, то есть показатель любви для Ильи. Отлично. Итак, смотрим в показателе отношений семьи. Я его так обозначил, любовь, потому что всех нас интересует любовь. У Михаила Задорнова такая интересная комбинация 10 дробь 1. Кстати, десятка это также другой карнический долг. Но в данном случае мы будем анализировать единичку. То есть в отношениях семьи Михаилу Задорнову нужно было решать задачу, связанную с единицей. В этой системе нумерологии, предупреждаясь, разные системы нумерологии, в этой системе единица – это энергия цели устремленности. То есть это энергия, которая требует от человека способности и готовности ставить перед собой цели, идти к ним и достигать их, не получая ни от кого поддержки. Вот я здесь написал, любовь в отношениях у Михаила Задорнова зависела от его собственной целеустремленности, от способности ставить перед собой цели, идти к ним и достигать, не ожидая ни от кого поддержки. Это означает целеустремленность. И в той степени, в которой он эту задачу решал, все его любили, все. Ну и в особенности в близких отношениях он получал любовь от своей второй половины. А кармический долг 10 – это задача, которая стояла перед Михаилом Задорновым, потому что ему нужно было в этой жизни научиться. Что такое кармический долг? Это задача, которую в прошлой жизни человек не решил, а должен был решить. И поэтому, придя в эту жизнь, жизнь ставит ее перед, или, скажем так, судьба требует от него, чтобы он научился в этой жизни решать ту задачу, которую в прошлой не решил. И что же это за задача связана с десяточкой? Десятка в показателе требует от человека умения, идя к своей цели, проявлять осторожность и при этом никого не задевать. Вот я уже много тысяч карт просчитал людей за то время, когда я занимаюсь нумерологией. И я вам, то есть я уверенно здесь могу сказать о том, что если в карте человека есть такой показатель 10, то этот человек, я его так называю, это своего рода танчик. То есть у человека есть такая склонность, двигаясь к своей цели, не замечать, как он наезжает на других. Ну, то есть я сказал что-то человеку, вопрос решился, и я дальше пошел к своей цели. Ну, и я не заметил при этом, что человеку плохо стало от того, как я ему это сказал. Ну, и как я, есть такая фраза, что как ножом по сердцу. То есть мне что-то сказали, у меня такое ощущение, что у меня просто разрыв сердца от этих слов. Поэтому Михаилу Задорнову по жизни нужно было учиться так, общаться с людьми, чтобы при этом не задевать их, двигаясь к своей цели. Эту задачу он где-то решал успешно, где-то он не смог ее решить. Поэтому в конечном счете на финише мы с вами поговорим о том, как он ушел из жизни. Потому что уход от жизни напрямую связан с нерешенными по жизни задачами и в особенности с кроническими долгами. Вот, поэтому если по-простому сказать, в той степени, в которой Михаил проявлял целеустремленность и при этом был осторожен и аккуратно обходил острые углы и никого не задевал, он получал любовь ото всех вокруг. В той степени, в которую он не решал эту задачу, не вписывался в этот показатель. Жизнь наказывала его за это. Жизнь наказывала его за это.